В Ставрополе в рамках юношеского турнира прошел мастер-класс по бадминтону от чемпиона Сергея Старовойтова. Секреты умелого обращения с ракеткой и валанчиком узнала и Светлана Лач. Упражнения на укрепление кисти рук, прыжки и технические удары. Это основные приемы, которым приехал научить наших ребят чемпион и мастер спорта Сергей Старовойтов. Хотя сам спортсмен признается, что секрет успеха не только в технике. Как добиться хороших результатов в спорте? Это, прежде всего, дисциплина. Все зависит от ребенка, во многом от тренера. Желание заниматься, увлечься этим видом спорта и постоянные тренировки. Тут секрет простой. Сергей Старовойтов объехал всю Россию. На Ставрополье впервые. Отмечает и хорошую базу для занятий спортом, и хороший уровень подготовки наших спортсменов. Условия отличные. Будем сюда приезжать к вам, проводить сборы спортивные. Объединяться командами. Возможно, приедем из Москвы тоже к вам. Потому что условия очень понравились. А так, очень много перспективных игроков. Вот смотрю, детей, которые вполне очень... Глаза горят, так руки делают. То есть, будем работать в этом направлении. В этом направлении работает и руководство края. Развитию спорта и, в частности, бадминтона сегодня уделяют много внимания. И, к слову, тренировки здесь, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» для детей бесплатные. Бадминтон – очень прогрессивный вид спорта. Особенно для нас, для города Ставрополя, для Ставропольского края. На открытии было более 100 участников. 100 ребятишек. Это говорит о том, что детям нравится, дети с удовольствием идут заниматься. Это не первый мастер-класс. И сегодня наша задача – воспитать, прежде всего, дать привить молодому нашему поколению, детворе, моду на здоровый образ жизни, моду на спорт, ну и, в частности, на бадминтон. Сам по себе бадминтон достаточно технически сложный. И все, конечно, рост мастерства зависит, конечно, от качества преподавания, от умения тренера, от навыков и так далее. И, кстати, юные спортсмены разделяют амбициозные планы взрослых. К примеру, Влад Печенкин, ученик пятого класса, занимается бадминтоном всего год, но уже имеет серьезные намерения стать чемпионом. Какие планы впереди? Ты хочешь быть тоже мастером спорта? Ну, хотелось бы, да. Хотелось бы выиграть, ну, Олимпийские игры.